МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второй энергоблок Смоленской АЭС по предварительному согласованию с концерном 11 января около 14 часов отключен от сети для проведения работ на тепломеханическом оборудовании. Как сообщает информационный центр станции, нарушений пределов и условий безопасности эксплуатации нет. Радиационный фонд соответствует норме. Сегодня ночью десногорцы отметили Новый год по старому календарю. Этот праздник россияне празднуют с 19-го года прошлого века. Старый Новый год совпадает с древним языческим праздником, посвященным славянскому богу Вересу. Историки считают, что он является прадедушкой русского современного Деда Мороза. Смоленская область оказалась самой первой в России во власти атлантического циклона. На федеральных трассах по всему региону в помощь водителям развернуты шесть пунктов обогрева. Ближайший от Десногорска находится в деревне Валентиновка. Пункты предназначены для оказания помощи участникам дорожного движения. Здесь путников ждут две отапливаемые палатки с постоянно действующей полевой кухней. В них дежурят пожарные и спасатели. Для оказания помощи возможно будет предложен горячий чай и возможность подзарядки телефона. Подежурчиво будут автомобильные повышенные проходимости на базе КАМАЗ и квадроцикл. В таких подвижных пунктах на территории области развернуто шесть по количеству опасных участков в различных районах нашего региона. 12 января в администрации Десногорска состоялось первое в этом году заседание административной комиссии. О том, какие статьи областного закона нарушаются десногорцами и гостями города чаще, вы узнаете из нашего следующего сюжета. На рассмотрение комиссии были представлены 19 протоколов, из них 16 по статье 17.4 областного закона нарушения благоустройства. Провинившиеся неправильно припарковали свои автомобили. Жалобы о нарушениях поступают в администрацию от населения. С явившимися на заседание комиссии нарушителями данной статьи были проведены профилактические беседы и вынесен минимальный штраф в размере 3000 рублей. А те, кто не явился на комиссию, заплатят 4000 рублей. Напомним, уважаемые гости и жители города, что в статье 17.4 с 2015 года предупреждения отсутствуют, а штраф составляет от 3 до 5000 рублей. По статье 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан ночное время» поступило на комиссию три протокола. Нарушителям данной статьи после профилактической беседы был вынесен минимальный штраф в размере 1000 рублей. «Нарушение тишины и спокойствия граждан ночное время с 22 до 6 часов в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан влечет предупреждение или наложение штрафа за граждан в размере от 1000 до 3000 рублей. По всей области готовятся крещенские купели. Спасатели, медики и полиция участвуют в организации крещенских купаний. В Десногорске определено только одно место – это святой источник в честь Казанской Божьей Матери. Проводятся проверки выполнения всех подготовительных работ. Самое холодное время зимы выпадает именно в канун православного праздника Крещения Господня. Крещенские морозы – самые коварные. Катаясь на коньках и горке, можно не заметить, как замерз. Что делать, чтобы не замерзнуть? И как оказать первую помощь при признаках обморожения? Необходимые меры безопасности в холодный период, которые необходимо соблюдать. Это правильный подбор одежды, сокращение до минимума времени действия холода на открытые участки тела, активные постоянные движения, контроль за открытыми участками тела. И нужно постараться распознать первые признаки обморожения – это потеря подвижности и чувствительности открытых участков тела. Первая помощь при обморожениях – это постараться нужно найти тёплое помещение. Следующее – нужно снять с себя ту одежду, которая была, и сменить её на более тёплую. Следующее – нужно поставить ноги в какую-то тёплую ёмкость с водой, принять тёплый напиток внутрь и растирать обмороженные участки тела мягкой, желательно тряпочкой. То есть, что нельзя делать? Это нельзя принимать алкогольные напитки и нельзя растирать участки тела, которые подвелись обморожению снегом. Управление полиции по Смоленской области предприняло все необходимые меры для безопасности граждан во время массовых гуляний в новогоднюю ночь. Для поддержания общественного порядка было задействовано более 650 сотрудников органов внутренних дел, около 200 членов народных дружин, а также представителей казачества и работников частных охранных организаций. В Смоленске и области состоялось более 53 массовых мероприятий, в которых приняло участие свыше 25 тысяч граждан. Для обеспечения общественного порядка были приняты беспрецедентные меры. Сотрудники правоохранительных органов переведены на усиленный вариант несения службы. В результате принятых мер нарушения общественного порядка, групповых правонарушений, каких-либо серьезных чрезвычайных происшествий, связанных с преступлениями против личности на территории области, не зарегистрировано. Были обеспечены досмотровые мероприятия как на площади Ленина, так и в других местах массового скопления граждан. Производилось своевременное информирование гражданского населения о действиях при выявлении подозрительных предметов. Опять же, можно отметить сплоченность действий, понимание со стороны населения и как результат хорошо и качественно организованные праздники. И на сегодняшний день можно отметить как и первого, так и второго числа ситуация под контролем, и она на территории области спокойная. Благодаря проведенной профилактической работе не было допущено грубых нарушений общественного порядка. Полицейские продолжают нести службу в местах праздничных массовых гуляний. Следователями Управления МВД области завершено расследование уголовного дела о незаконном использовании чужого бренда. В конце 2014 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД России по Смоленской области была пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактных чистящих средств, реализуемых под видом известных брендов. По подозрению в осуществлении незаконной деятельности были задержаны двое жителей Смоленска и житель города Рудня. Перевозили на чем? На своей машине АС-3109. Перевозил по адресам, какие мне давали Александр. Какие-то документы вам выписывали? Да, мне давали документы согласно наличию товара. Один из обвиняемых, работая в сфере полиграфии, обеспечил изготовление упаковочной тары, внешне схожей с оригинальной. В складских помещениях обвиняемые разместили необходимое для производства фальсификата оборудование, а также организовали места хранения готовой продукции и компонентов для ее производства. По версии следствия, обвиняемые в период времени с июля 2012 года по декабрь 2014 в составе организованной группы на территории комплексов складских помещений в поселке Серебренко на окраине города Смоленска осуществляли производство, хранение, а также транспортировку и сбыт контрафактных средств бытовой химии с незаконным применением на упаковках товарных знаков общеизвестных торговых марок. Реализация незаконно произведенной продукции осуществлялась как на территории Смоленской области, так и за ее пределами, в том числе на территории Центрального федерального округа. В качестве свидетелей допрошено более 60 человек. Из незаконного оборота изъято значительное количество контрафактной продукции. За совершение указанного преступления уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уважаемые десногорцы, в городском филиале госветслужбы можно бесплатно привить своих питомцев от бешенства. И еще в период новогодних праздников полицейские проводили рейды в рамках профилактической операции пиротехника. Неконтролируемое использование пиротехники приводит к несчастным случаям и пожарам, причинению вреда здоровью людей и повреждению их имущества. Поэтому сотрудники ОМВД проверяли места продажи и изымали продукцию, которая не соответствует требованиям. Стоимость автомобильного топлива может вырасти по причине увеличения акцизов. Если в прошлом году акциз на бензин класса Евро-5, это 95-й бензин, составлял 5530 рублей за тонну, то с января этого года он повысится до 7530 рублей. Это, в свою очередь, может отразиться на его стоимости в розничной продаже. Также вырастет акциз на дистопливо с 3450 рублей до 4150 рублей за тонну. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова